Девушки отдыхают 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 Давайте по порядку Кабель Ну, понятное дело Кабель питания USB Type-C Который будет Подключаться К этому Квадранту Отложим Кабель у нас есть Дальше Переходим Вот к этой части Здесь у нас Сам квадрант Распакуем его Опять же Чуть папа же и комплект ребята различных сменных вот этих вот моментов здесь у нас управление ручкой реверса закрылок и с полярами да то есть система управления тормозом воздушным если это правильно все это естественно в пакетиках все будем распаковывать и смотреть здесь у нас даже написано пом флапс и еще один они бру вот flaps а это у нас спойлеры вот так вот то есть вот такая вот комплектация ребята смотрим дальше посмотрите друзья на это честно первое впечатление когда я взял сейчас в руки этот интересный девайс этот квадрант вот до чего качество вот что что а вот это прям качество охренеть он достаточно увесистые ну где-то до килограмма весит но чувствуется знаете хорошая сборка вы посмотрите как это сделано давайте по порядку сначала вот с этой стороны здесь у нас друзья мои резиновые накладки чтобы не ездила естественно по вашему столу по вашему игровому месту кстати как раз по поводу что вот этот квадрант идет в комплекте со штурвалом есть отдельно такая комплектация и там идет в этой комплектации дополнительный кронштейн железный для крепления к вашему столу или кокпиту здесь у меня этого нету к сожалению поэтому я могу только на стол поставить вот как то так дальше смотрите вот здесь вот эти вещи откручивается для того что их можно прикрепить купив еще один такой сделать их два сейчас картинку покажу использовать полноценный прям вот для четырех двигателей стоит с этой стороны у вас будут и закрылки и туда и сюда то есть понятно да и в комплекте даже шестигранник уже туда встроенный своем месте лежит здесь шестигранник здесь у нас отверточка вот вот так это друзья выглядит компания трасс мастер квадрант боинг эдишн это опять же лицензированная ребята вещь как бы написано один к одному но один к одному видимо по своей вот этой теме в плане размера наверное нет конечно потому что там наверное вот такая бандура идем дальше ребята с этой стороны 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 программируемых кнопок не знаю как они заявлены будут самом симуляторе просто обычные нажатия кнопок пластиковые ничего сверхъестественного дальше ручка вот это что это такое ребята это регулировка панелью вот вы можете посмотреть это регулировка нашей панелью автопилота по сути здесь у нас используется скорость курс и высота все это переключается дальше сам сет кружу лег работает вот это вот сосочек и он еще и нажимается для принятия того чего мы накрутили с вами в нашем самолете ну так в принципе ничего так дальше по поводу самих вот этих газу ли когда жестко плавно и жестко причем здесь ребята используются магнитные датчики они вечные здесь нечему между собой теряться все это на магнитах соответственно долговечно и плюс к этому не будь никаких не шумов не дрифтов и так далее тому подобное на них вот видите нанесено плата для подключения различных вот девайсов да сейчас мы посмотрим все ручки мягенькие держится на своих местах что-то там потрескивает конечно это какая там пружинка походу я не знаю но но вроде бы вот так и смотрите передняя панель таки сказал можно приобрести второй квадрант здесь у нас есть переключатель вот он переключатель здесь сейчас положение inch 12 если будут на второй переключение 34 чтобы игра понимала что у нас их два девайса они один сейчас у меня естественно один переключение 12 и сзади сзади у нас ребята юсб тайп си и вот это это я так полагаю что это подключение то ли еще одного девайса то ли ну такого же либо же это подключение наверно может быть педального блока честно сказать вот это я уже не знаю что это такое и информации по этой наверное нету сейчас даже я гляну быстренько подождите даже гляну что это такое да для подключения педального блока можно использовать педа педали the fly roots педаль теперь трансмастер пен доллар roots это железные такие вещи ну и вот как-то так на больше ничего естественно поддержка xbox one xbox серии x x x x и s и windows 10 мод наверно как-то так естественно сделано для симулятора microsoft line но также его можно использовать в одиннадцатом в двенадцатом explain я думаю и в препаре тоже и в принципе в любом другом симуляторы как бы настроить я думаю тоже никаких проблем не будет идем дальше девайс этот у нас есть распаковали дальше у нас есть провод достаточно большой провод тоже пока положим отложим давайте перейдем вот к этим вот не вижу вот это просто вой пакетики 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 все тут запаяно за заварено 1 2 2 пакетик сразу я распакую вот эти вещи это у нас flaps flaps смотрим флапс лапс 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 здесь промза по замотали так что на самом-то деле даже не это не 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 раскрутишь блин елки-палки порол я всю эту историю здесь вот написано speed break не знаю камера как показывает это кстати из хорошего на самом деле литья хороший пластик пластик без заусенцев без всего такого и у нас 2 1 и 2 управление двигателем вот так это будет получается они стоят сбоку у нас как это правильно называется не сильно летчик но эта кнопочка отвечает за по-моему вот как она авто троту дали как так по моему как то так он называется вот этот вот эта штукенция и управление реверсом сейчас давайте я все это дело поставлю смотрите видите как у нас на картинке то есть мы можем сделать поставить сюда flaps да сюда мы можем поставить speed break и и посередине мы можем поставить ну как бы вряд лица на один как бы двигатель но давайте сейчас вот так это сделаю то есть у меня это будет стоять так до конца сюда мы ставим до конца точнее не так прошу прощения вытаскиваем это у нас будет вот так вот а второй сюда вот так вот и допустим мы поставим управление спидбрейками вот сюда то есть смотрите получается какая у нас история по одному двигателю как бы два двигателя плюс реверс реверс слабоватенький реверс слабоватенький конечно но это все пластик это все пластик то есть мы и они не отключаемые да то есть как это в аэрбасе в боинге это не отключаем то есть нужно нужно будет руками все это делать щелчков тоже никаких здесь нету то есть то вот так вот туда то есть все это не отключаем а ну вот как то так либо же мы можем вытащить вот эту одну и поставить здесь flaps это что вы видите на картинке вот у нас ребята вот та же самая история то есть вот так то управление двигателем управление закрылками которые не в шаговой вот этой истории да то есть не будут наши очки сашки вот этот чик 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 у нас он просто идет как ось и также управление спидбрейками то есть вот так это что касается ребята квадранта на самом деле достаточно простой простой вообще в использовании все элементарно понятно никаких проблем вот наклеечек здесь никаких нету то есть все эти кнопки биндится ну как вам как говорится угодно или же автоматически их определяет игра и уже что-то на них делать честно не знаю вот вот так это друзья выглядит такой вот квадрант поехали дальше у нас тут штурвал вот эту историю мне придется только стоя открывать потому что коробище очень большая помимо того что коробка огромная так еще к этому она весит 7 килограмм то есть действительно этот штурвал очень тяжелый но относительно других каких-то девайсов действительно тяжелых давайте сейчас попробую распаковать и вот так вот сверху вам чуть-чуть показать что из себя представляет так вот как-то наверно даже попробую повернуть раскрыть что у нас первое ребята здесь у нас какая-то инструкция от боинг-эдишн йока виде штурвала здесь у нас регулировка какой-то пружины что это такое естественно мы с вами посмотрим чуть попозже но здесь видно что снимается какой-то кожух на самом этом девайсе на этом штурвале и наверное для тяжести управления пружинка либо вытаскивается либо вставляется ну наверное как то так посмотрим сейчас дальше открываем коробка очень простая то есть здесь по сути друзья кроме штурвала нет ничего сейчас я его достану и уже мы с вами посмотрим более детально достал я его из коробки снимаю верхнюю часть здесь у нас ничего виде сот такой как бы сделан понятное дело здесь у нас брошюра чуть-чуть его ломанул случайно но это не критично здесь то же самое спецификация боинг-эдишн что из себя представляет как бы понятное дело с какими-то настройками дальше у нас есть кабель питания usb type-c плюс комплекте есть шестигранник и какая-то еще история это скорее всего крепления для штурвала в виде крепления какой-то макулатуры либо планшета для просмотра ну 10 когда самолет дату что там различие читания там чартов и так далее и в комплекте вот пружинка ребята пружинка про которые как раз сейчас вам и говорил про это тоже сейчас рассмотрим штурвалище елки-палки ох ну штурвал тут извините правда блин здоровый очуметь какой чистенький красивенький тяжеленький блин пакете больше ничего ну как а вы просто посмотрите друзья мои хорошие на этот штурвал я вот знаете сейчас смотрю на него и я понимаю какое-то качество исходя из того что все что там внутри является металлическим металл а снаружи вот такой заполированный красивый четкий пластик есть кнопка для подключения к xbox у дальше крепление к столу виде вот таких вот зажимов резинка сверху снизу тоже резинки сбоку у нас подключение наушников где логотип трасс мастер управление тумблер жесткий управление up down это у нас управление шасси управление газом 2 для двух двигателей елки-палки какой он мягкий и при этом это надо на стол его естественно крепить что мы с вами сейчас и будем делать ребята выглядит вот так вот сзади подключение юсби писи переключатель xbox подключение педального блока и в принципе все елки-маталки вот эта пушка вот это прям пушка сейчас с другого ракурса попробую все это дело показать прикрутить его к столу что я его прикрутил к столу сразу хочу отметить ребята что нужно достаточно большое количество места чтобы усесться потому что здесь вот эта нижняя часть она прямо выбирает очень сильно здесь у нас регулировка двигателями мощностью двигателя идет пластик хороший не трясется ничего по поводу значит самого штурвала и вообще пластика пластик качественный никаких проблем нету он не марки следов не оставляет нить ничего вообще сборка обалденное что касается самих кнопок достаточно большое количество кнопок вот этих вот сосочков которые регулируют скорее всего обзорность возможно что то можно забить это все уже опять же в игре здесь у нас вниз вверх и лево-право по 2 сзади у нас используются курки скорее всего они по умолчанию будут использоваться для рыскания да если это правильно так называется то есть движение нашего самолета по полосе именно когда мы и находимся на земле то есть это движение лево-право скорее всего на них это все дело будет задействовано далее ребят по самому штурвалу значит смотрите отклонение вперед назад да то есть у нас есть это все мягенько очень мягко здесь стоят резинки которые не дают биться пластику а пластик то есть это все очень мягенько и очень прям комфорта дальше посмотрите бесшумность какая то есть все это управляется по градусам значит смотрите максималка сюда и максималка сюда то есть где-то наверное мне кажется более наверное где-то 150 общая возможно будет здесь то есть управляться вполне себе самолетом будет наверное комфортно опять же это все нужно смотреть самом симуляторе как я и сказал вот здесь вот у нас находится включение отключения да то есть шоссе подымания опускания опять же толстый пластик хороший тумблер щелкать бодро зажимает отлично никаких проблем дальше ребят смотрите вот здесь вот две точечки вот эти сюда вставляется в комплекте вот такая вот штукенция для того что вы могли сюда поставить какую-то допустим макулатуру телефон пожалуйста там или что то еще для того чтобы читать смотреть или планшет какой-нибудь пожалуйста все это можете сделать дальше в комплекте идет шестигранный ключ в комплекте идет естественно провод подключения к компьютеру и есть вот такая пружинка для чего эта пружинка нужно как я и сказал и когда мы с вами распаковывали вот есть вот такая вот спецификация скажем так настройки как откручивать и для того чтобы было тяжелее нам регулировать сам штурвал вставляется еще дополнительно вот эта пружинка как она вставляется давайте вместе с вами сейчас мы это все делай провернем смотрите вот здесь вот не знаю видно или не видно два шестигранных болтика надо их открутить снимается вот этот вот кожух и там будет пружинка которую надо надеть сейчас попробуем это все дело реализовать друзья открутил я эти два болтика с помощью шестигранник и сразу хочу отметить что это не является какой-то каким-то гарантий то есть вас гарантий не слетит абсолютно этот штурвал потому что на этих болтиках нету никаких маркировок пломб и так далее снимается вот эта часть легко и просто раз и у нас она в руках логотип трансмастер пластик просто пушка ребята это вот я ну офигевая просто от качества литья это это что-то с чем-то и здесь как вы видите пружинный блок сейчас попробую с другого ракурса вам показать как эта вся история взаимодействует и здесь используется металл друзья это не пластика какая-то фигня здесь действительно используется металлическая причем вся конструкция этого штурвала металл а снаружи просто сделан красивый пластик ну как бы для красоты в руках камера к сожалению я не могу зафиксировать но надеюсь ведь руки дрожат вот смотрите вот так это будет регулироваться то есть за счет вот этих пружин там металлический каркас внутри кожух металл и соответственно все это дело вот так вот движется взад и вперед то есть вот так и образом это выглядит причем с этой стороны у нас одна она и нам нужно поставить зафиксировать вторую такую же пружину вверху чтобы придать жесткости ну как ставить это все легко как бы никаких проблем я часто тоже организую и скажу вам уже результаты как это хорошо или плохо друзья после простых манипуляций я поставил вторую пружину стал он жестче он прям стал очень жесткий и причем ну как бы это это на самом деле нормально то есть теперь это да он стал прям вообще намного жестче именно по вперед-назад то есть теперь эта регулировка вот так выглядит ну что друзья подведя наверное какие-то итоги по поводу вот такого небольшого обзора на квадрант от компании трасс мастер боинг эдишн и штурвал боинг блин вот первое впечатление бомба как вот качество пластика сама сборка что вот этого девайса да что вот этого девайса она просто ну мега-мега крутая все шильдики все логотипы никаких заусенцев нету литье пластика обалденно все это мягенько без проблем и без хруста без каких-либо там зажимов задеваний все работает идеально качество исполнения всех рычажков наклеек ну 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 просто я не знаю вот по поводу вот этого промбомба что касается штурвала та же самая история очень качественный пластик какие говорил кстати вот здесь у 2 есть видите рычажка как раз и скорее всего искание для тех кого нет педали вот у меня нет педали до трасс мастера там или вообще любых других авиационных педалей которые позволяют управлять на земле в конце концов я думаю что это как раз на это и будет задействовать такое ощущение что касается самой сборки опять же повторюсь бомба есть крепление до чтобы можно было какую-то техническую часть либо планшет поставить сюда из прекрасно смотреть наблюдать есть рычажок управления шасси об даун где-то наверное какие сказал 150 где-то градусов управление четко поставил я вот эту пружинку да и стало более тяжелее что ли но при этом контроль стал лучше то есть тактильные ощущения просто космические как это будет в игре естественно это все время покажет потому что настройка тоже имеет место быть но в целом ребята это бомбовое устройство для фанатов авиасимуляторов это просто наверное правда одна из лучших вот что я вообще видел тем более это новинка это то что вышло относительно не так давно и плюс это лицензия от боинга это один к одному все это сделано естественно это сделано для самолетов боинг 700 787 это полная реплика как и квадранта так и самого штурвала но в принципе можно использовать его в любом наверное любом другом самолете который вам нравится хоть на цесне не знаю на нем летать будет тоже наверное комфортно да то есть на легкий моторных и все эти вещи просто перебендить на на другие которые вам там нужны да и я думаю проблем с полетами вообще не будет никаких это ребята вот такой вот обзор вы пишите что вы думаете по этому поводу трасс мастер спасибо большое за предоставление этих крутых просто девайсов на обзор это новый уровень это ну просто пушка все ссылочки на покупку где можно купить данные вот эти все вещи я оставлю естественно с вами был дима канал добро едет увидимся во второй части обзора на штурвал и квадрант от компании 1 мастер